Недальновидностью и фанатизмом назвал решение о запрете трансляции православного телеканала «Союз» на территории Украины архиепископ Владимир Волынский и Ковельский Владимир. В то же время, по словам украинского архипастеря, многие верные телезрители нашего канала нашли способ обойти запрет. Подробности в сюжете Восточноевропейского бюро нашего телеканала. Вот уже более месяца трансляция православного телеканала «Союз» на территории Украины запрещена. Решение Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания у верующих вызвало лишь недоумение. Сообщил нам на торжествах Супраслицкой лавре в Польше управляющий одной из самых западных ефархий Украинской православной церкви архиепископ Владимир Волынский и Ковельский Владимир. Хотят от верующего человека отобрать живые воды, которые дают ваш канал. Потому что когда смотришь, наслаждается, духовное наслаждается, и это люди все знают. Но теперь есть другие пути, чтобы найти именно канал «Союз». Есть интернет, есть спутниковая связь именно зарубежных каналов, как канал «Плюс». Кто знает канал «Союз», кто любит его, никогда такого не сделает. Это просто недальновидность человеческая и фанатизм. Больше я ничего скажу. В числе причин решение о запрете трансляции Союза на территорию Украины указано. Имеет признаки призыва к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины, поскольку признает существование на территории страны псевдогосударственного непризнанного образования. Возможно, такое решение было обусловлено и серией репортажей о сборе гражданами Польши гуманитарной помощи, продовольствия, одежды и медпрепаратов для пострадавших от военных действий мирных жителей Донбасса и Луганщины. Акция носила подчеркнуто аполитичный характер. Помощь из Польши распространялась нуждающимся только структурами Украинской православной церкви в регионах. Многими ее жертвователями в Польше выступили как раз граждане страны и мигранты украинского происхождения, которые понимают, что от военных действий на Донбассе терпят лишение их братья по обе стороны линии противостояния. Именно благодаря Союзу в Польше верующие узнают и о новостях православия из украинских регионов. Наш канал рассказывает и о событиях из жизни практически всех поместных православных церквей, что ценят верующие по всему миру. Знаешь, и уже события все, которые в нашей церкви, да и слушаешь и наставления Святейшего, и особенно по молодежи, по других организациям нашей церкви. Ну Союз это есть вот для нас, для меня лично, для нашего народа. Это есть окно, еще раз, где мы можем заглянуть, увидеть обличие Божие. В польских городах с большой долей православного населения Гайновки и Бельский-Подляскам Союз, в отличие от Украины, транслируется по кабельному телевидению. И жители Подлясе очень ценят эту доступность. Возможно, вещание Союза по кабельному телевидению вскоре появится и в округе Белостока. Но в любом случае наш канал остается самым популярным телеканалом религиозной тематики у православных верующих Польши благодаря спутниковому телевидению. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Подлясе. Польша. Продолжение следует...